И у нас на связи экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Михаил, добрый вечер. Вас в Украине любят. Вы теперь здесь частый гость. Сейчас вы в Днепропетровске. И похоже, у нас схожие проблемы. У вас похожие ситуации возникали с батальонами Мхедриони в Грузии в свое время. Вот сегодня у нас история с батальоном Днепр в Донецкой области. Есть убитые. Может быть, посоветуете, как избегать таких трагедий? Я имею в виду Мхедриони и Днепр. Приветствую. Во-первых, я приезжаю сюда часто, потому что это Украина для меня вторая родина. И нам не безразлично, мне особенно, что будет в Украине. Но вообще всему миру не безразлично. Все люди сейчас в мире, которые имеют хоть какие-то ценности, я думаю, себя чуть-чуть чувствуют украинцами. Я первый раз в Днепропетровске. Хочу сказать, что я понял, почему Владимир Путин включил этот город и эту область в свой шопинг лист, так называемый, Новой России. Тут огромный потенциал. Огромный потенциал человеческих ресурсов, индустриальный, сельскохозяйственный. Но тоже я сегодня понял, что Путину Днепропетровск не получить, потому что тут есть огромный подъем патриотический, очень много флагов Украины. Просто я встречал себя с большой группой молодежи, я встретился с университетскими студентами в большом количестве, видел их глаза. Этих людей не победить, этих людей не свернуть с пути государственности. Я чувствовал еще больше энтузиазм, чем даже в Киеве, поэтому это очень положительное мое впечатление. А что касается конкретно этих формирований, надо сказать, что у людей большой энтузиазм. Я был на блокпостах, я видел людей, которые там стоят. Эти люди не только не похожи на бандитов, они действительно, во-первых, дисциплинированы, во-вторых, хотят спасти свою страну. И это зародыши украинской армии, новой украинской правоохранительной системы. И надо, чтобы просто этим людям все пообщачки помогли. Это не жест войны, что они их создают. Я думаю, что то, что тут Коломойский делает с этими отрядами, это жест мира, потому что без организованных военных сил, без организованных силовиков невозможно будет защитить людей, невозможно будет защитить общественный порядок. Это дважды дважды четыре. А то, что было у нас в 90-х, это правда, потому что государство должно контролировать, что, естественно, это все было в рамках закона. С одной стороны, надо их дисциплинировать, надо их готовить, и надо все делать для того, чтобы никто из них не занимался ни мародежью, но с другой стороны, сейчас надо спасать украинскую государственность. Понятно, но как избежать трагедии, Михаил, все-таки? Какие-то, может быть, есть конкретные рычаги, о которых можно говорить? Как с ними вообще поступать, с этими отрядами? Я думаю, что эти отряды, во-первых, надо, чтобы государство их усыновило, они держало их как в качестве, как их посынка, их надо в рамках закона вооружать, их надо в рамках закона вооружать, и виние подготавливать, их надо следить за какие люди туда набираются, и там очень большой энтузиазм сейчас у людей, но ни в коем случае не надо людей отказывать тем людям, которые бы хотели в рамках закона, в рамках хорошо сформированных и хорошо контролируемых законом новых этих добровольческих батальонов, защищать общественную порядку. И еще раз, еще хочу, что вам сказать, что я сегодня тоже в Днепропетровске общался с людьми, и я знаю, что по подавляющим опросам граждане Украины не любят Владимира Путина, но Путину не нужно, чтобы его любили, Путину нужно, чтобы его боялись. Я сегодня увидел, когда я увидел этих людей, в том числе, подавляющих на блокпосту, что они его не боятся. Я видел заявление Кахколомойского совершенно четко, что он тоже очень резко высказался, и совершенно не видно, что он боится. И главное, что самое худшее сейчас происходит для Путина, что украинцы не только, ну ладно, его не любят, он к этому привык, ему это не нужно, но главное, что его перестали бояться. Люди поняли, что есть чего терять, поэтому я не только люблю Украину, я абсолютно уверен, я верю в нее, я верю в ее будущее, я верю в ее ценности, я думаю, все будет у вас хорошо, все же, несмотря на все трудности. Понятно, спасибо, Михаил. Я так понимаю, батальоны нужно усыновлять, для того, чтобы ими не пользовалась российская пропаганда. Михаил Саакашвили был на прямой связи со студией. Спасибо. Спасибо.